Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей. И сегодня я и Сергей Анатольевич Сибиряков проведем вводный технико-экономический вебинар. Традиционные технико-экономические вебинары, которые проходят по средам, днем. В 11 по Москве, в 12 по Москве и, соответственно, в 13 по Москве. И, соответственно, в 19 и в 20 по Москве уже вечерние. Делаем это мы специально, намеренно, так как наши партнеры находятся в различных часовых поясах. И наш проект получил свое развитие именно в виде инвест-проводящей системы, в виде активистов народного финансирования, будущих акционеров, нынешних дочеков международной группы компании Skyway. Глобального проекта, о котором сегодня мы будем вести речь. И, в первую очередь, данный вебинар, вводный технико-экономический вебинар, ориентирован на новичков. Поэтому давайте, пожалуйста, пройдем опросник. Сколько новичков присутствует у нас сегодня? То есть, ответьте, пожалуйста, циферку 1 и, соответственно, нажмите «Ответить». Если вы присутствуете в первый раз, кто-то присутствует второй раз, с первого раза это не было понятно. Потому что проект у нас технологичный, проект у нас инновационный. И не всем с первого раза на самом деле понятно. И, признаюсь честно, когда я погружался в проект, я разбирался примерно месяц в технологической составляющей. Несмотря на то, что по образованию инженер-механик, то есть, такие вещи, такие предметы, как сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, технология металлов и так далее. Все это мне известно. И, соответственно, мне была интересна, в первую очередь, техническая составляющая. Во вторую очередь, несмотря на то, что хорошо, так скажем, умел и, как выяснилось, умею строить структуры, вторая уже причина участия, именно то, что здесь сетевое построение бизнеса и можно применить свои знания в общении и, соответственно, развивать достаточно серьезную структуру по всему миру, находясь в любой точке земного шара, потому что, на самом деле, технология SkyWay нужна 99% населения Земли. Это, так скажем, мое личное суждение, мое мнение, и я его изменил примерно полтора года назад, через полгода участия в проекте. Раньше я думал, что 60-70% это необходимо, но сейчас я понимаю, что это жизненно необходимо всей планете и всему человечеству, потому что очень серьезно изменит нашу с вами жизнь, и, собственно, это новый технологический уклад, на пороге которого мы с вами находимся. Проголосовало 54 человека, в аудитории присутствует 143 человека. Пожалуйста, кто новички и вдруг не знает, как проголосовать и еще не проголосовали, то поставьте циферку 1 в чате. То есть, я думаю, это просто сделать, этим самым мы будем понимать, что новички присутствуют еще дополнительно. Ну, а я, собственно, начинаю тогда вебинар, с вашего позволения, дамы и господа. И сегодня мы с вами охватим краткую историю развития проекта Skyway, каким образом все это перешло именно на развитие с помощью народного краудинвестинга, и почему выбран вектор именно развития народного финансирования. И, вкратце, уже во второй части Сергей Анатольевич Сибиряков, это тот человек, который более 15 лет занимается проектом Skyway, и знаком с Анатолием Эдуардовичем Юницким, более 15 лет. И, соответственно, мы рассмотрим конкретику уже в виде наложения на современную эпоху, каким образом проект Skyway может повлиять на мировую экономику, может ли проект Skyway стать основой новой будущей мировой экономики, и, собственно, почему на сегодняшний день ведущие европейские венчурные фонды, допустим, Apple Group, замечательный французский венчурный фонд, действительно заинтересовались, и не просто заинтересовались, а уже упаковывают проекты, и тем самым это позволяет нам говорить, что вполне возможно, что к концу 2016 года мы будем уже находиться на грани, так скажем, закрытия возможного финансирования технологии Skyway. Но многие задают вопросы, особенно сетевые, интернет-лидеры спрашивают, что мы будем делать потом, неужели, выстроив такую вот как бы серьезную сеть по всему миру, мы сможем только получать дивиденды и наблюдать за проектом. Нет, дамы и господа, это тот проект, где вы выстраиваете взаимоотношения, по замечательному фильму аналогию могу привести фильм «Елки», теория рукопожатия, Сарашпанное радио, и тем самым вы раз и навсегда выстраиваете структурность, которая позволит вам также в будущем осуществлять инвестиции, как ваши, так и ваши структуры, уже непосредственно в адресные проекты сети Transnet. Ну а что касается концепции, вообще вот почему на самом деле сеть Transnet наиболее важная сегодня составляющая транспортно-логистической глобальности современного мира, так как несмотря на то, что информация передается фактически за мгновение, и сейчас смартфонами, планшетами сегодняшнее поколение в возрасте от 5 до 7 лет и выше, некоторые 3 года уже свободно обращаются с планшетами. Что касается моего, так скажем, детства, то у меня был The X-Spectrum, персональный компьютер, где еще все считывалось с кассет. Я думаю, что все прекрасно помнят эти времена. Программировать приходилось на Basic, вначале это был Q-Basic, и, соответственно, ни о каком прорыве тогда невозможно было предположить, что компьютеры прочно и плотно войдут в нашу жизнь, что фактически информация будет передаваться за мгновение, появится первая пакетная передача данных с протоколом цифровым, и, соответственно, появится далее интернет, это то, что мы не могли предположить ранее. А интернет появился, как раз-таки зародился в агентстве стратегических инициатив DARP, это США, именно организация, и начался с 2000 людей, всего лишь сейчас это, вы все прекрасно знаете, охватывает весь мир, и мы не можем представить на сегодняшний день жизнь без интернет. Это как раз-таки пятый технологический уклад, это то, что породило очень серьезные, мощные мировые корпорации, как Apple, Google, Alibaba, многие стартапы, которые в недавнем времени совершенно буквально засчитанные, трехлетки, можно сказать, появились максимум пять лет, это такие мессенджеры, как Viber, WhatsApp и так далее. И когда люди, которые вышли из народа, программировали и попали в нужную струю, смогли продать свои компании за сотни миллионов долларов, и, соответственно, сейчас заниматься венчурным, институционным бизнесом, это тоже самое касается Илона Маска, когда он первый свой стартап PayPal, платежную систему, которая позволяла без идентификации пользователя совершать платежи по всему миру, и, соответственно, это произвело на свет современного железного человека, которого мы называем Илона Маска, и, соответственно, сейчас он занимается уже несколько другими вещами, сейчас он занимается производством электромобилей, и достаточно глобального направления отправки на Марс экспедиций. Более того, это направление было создано еще раньше, чем была создана компания Tesla Motors. То есть это, дамы и господа, примеры капитализации, я также могу привести в пример капитализацию и крупнейшее IPO, одно из самых крупнейших за историю биржи, мировой биржи, это компания Alibaba, которая вышла на IPO уже сформированным, готовым рынком, и это рынок электронной коммерции. А представьте, если мы говорим о рынке, который является совокупностью интернет, совокупностью электронной коммерции, потому что будет направление Sky Market, то есть это именно торговый маркетинг, когда вы не просто будете перемещаться, допустим, в какой-либо магазин, вы по пути следования, по сети Transnet сможете заехать в примерочную, либо к вам может приехать товар, и вы примерите, либо заберете его, и, соответственно, это формирует мгновенное перемещение как товаров, грузов, так и пассажиров. Это как раз-таки недостающее звено в мировой транспортной логистической цепи, это будущее мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная, и даже социальная, я бы сказал, сеть, и основы социальной сети как раз-таки мы закладываем, дамы и господа, сейчас с вами, даже в данный момент, когда присоединяются после данного вебинара и расширенного, уже несколько новичков, соответственно, они расширяют нашу социальную сеть, которая будет формировать свою очередь и будущий спрос тех людей, которые будут заинтересованы в первую очередь в продвижении технологии Skyway, в использовании этой технологии, но я могу сказать, что кто не будет пользоваться вообще транспортом нового поколения, который сможет обеспечить возможность перемещения без пробок, без потери долгих часов, суток и даже месяцев, лет в логистических и транспортных коллапсах, пробках, всяких перевалочных пунктах, вокзалах, как железнодорожных, так и аэровокзалах, где мы вынуждены огромное количество времени ожидать на пересадку, что касается, допустим, станции Skyway, то есть именно транспортно-логистического центра, это сопоставимо будет небольшая станция с дубайским аэропортом по именно потенциалу принятия и отправки пассажиров, и никто не будет задерживаться, никто не будет тратить свое время. Я думаю, что сейчас это уже возможно к восприятию, но в конце 70-х годов это было невозможно вообще поверить в то, что сейчас происходит, в то, что сейчас строится команда Анатолия Эдуардовича Юницкого, и мы с вами, дамы и господа, в этом помогаем. Все началось в далеких 70-х годах, когда на конференции, международной конференции по неракетному освоению космоса Анатолий Эдуардович Юницкий представил программу, представил конкретную технологию, я думаю, что на расширенном вебинаре ближайших мы посвятим несколько десятков минут объяснению этой технологии, это на сегодняшний день имеет название ОСТЮ, то есть орбитальная струнная транспортная система Юницкого, и смысл заключался в том, как вывести промышленность в открытый космос, дамы и господа, в 70-е годы. Думайтесь в то, когда еще не появился интернет, думайтесь в то, когда, собственно, эпоха смартфонов, эпоха гаджетов не вошла в прочный обиход нашей поседневной жизни. И, естественно, это очень сильно пережало время, это не было принято должным образом общественностью, никто не был против, но никто не был за, потому что здесь, в данном случае, при выводе промышленности в открытый космос, опять же, Илон Маск сейчас движется в этом направлении и испытывает в своей компании SpaceX, в своей корпорации SpaceX, именно направление ракет, которые будут взлетать и иметь возможность вертикальной посадки, то есть, соответственно, не будет затрат на материал, который просто выбрасывается в океан, я имею в виду крайние ступени ракеты, которые могут теоретически сесть на независимый автоматически управляемый корабль и, соответственно, дальше использоваться, но они падают в океан и это огромные затраты. И почему я говорю это все, потому что мысля от глобального к локальному и в этом солидарны все гении, инженеры, изобретатели, также Леонардо да Винчи мыслил в таком же аспекте, то я хочу сказать, что от глобального к локальному Анатолий Эдуардович Веницкий пришел к концепции струнного транспорта, это транспорт, который действует по физическим законам открытым и все, что было известно ранее, соответственно, было собрано воедино и лучшие моменты были использованы, появилась концепция струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это прорывной транспорт, это то, что поражает еще до сих пор воображение тех, кто только присоединяется к проекту, но, дамы и господа, это было придумано еще несколько десятков лет назад. Более 35 лет на сегодняшний день развивается технология и в 2000-х годах губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович оказал посильную помощь, огромнейшую помощь в финансировании первого полигона, мы называем полигон, и это был технопарк, еще не экотехнопарк, но где произошло испытание второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого и ЗИЛ действительно забрался по шаткой валкой, казалось бы, конструкции, абсолютно хрупкой конструкции по струнной путевой структуре и как раз таки испытания струнной путевой структуры на подвижной лаборатории на ЗИЛе и более того, специальный налить образовывалось, чтобы показать, что даже в суровых условиях данная технология будет применима и вся налить разрубалась при перемещении сталь по стале соответственно стальные колеса по стальному рельсу. Но, к сожалению, либо к частью в 2009 году, когда уже вовсю трубили центральные телеканалы, вы можете найти на YouTube, на канале Анатолия Эдуардовича Юницкого официально на различных совершенно уже роликах, которые скомпонованы, собраны, потому что направление краудинвестинга развивается уже фактически более двух лет, и в 2009 году была произведена презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву, на тот момент президенту, на Госсовете России по инновациям в транспорте. К сожалению, либо после этого, либо по неизвестным причинам, неустановленными лицами, по неустановленным вообще мотивам, обстоятельствам, полигон в озерах, испытательный именно центр был разрушен, то есть огромные конструкции, вот эти вот опоры, эти именно тонны металла были просто спилены, срезаны специальной техникой, газорезками и так далее. Но, дамы и господа, это как раз таки наша с вами удача, и то, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, это также укрепило веру в проект Анатолия Эдуардовича Юницкого. До 2013 года еще происходили общения с достаточно серьезными крупными олигархами, как российскими, так и иностранными, но все заканчивалось одним и тем же, технологии желали обладать фактически полностью, то есть неравных долях процента, и естественно отдать технологию, такую технологию, которая имеет потенциал по оценкам Анатолия Эдуардовича Юницкого, я не буду пугать цифрами тысячи триллионов долларов, но как минимум напугая вас цифрами десятки триллионов долларов, вся мировая экономика к слову состоит примерно 75,4 триллиона долларов, и соответственно это может сформировать новый потенциал, новую реальную добавленную, не то что стоимость, а реальные добавленные бизнесы, которые появятся за счет технологии шестого технологического уклада. И в 2013 году Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял очень такой рискованный шаг, казалось бы, приняв модель народного финансирования, и на данный момент городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, а также высокоскоростной транспорт развивается как раз таки посредством народного финансирования, и как точка входа, как именно консервный нож, скрывающий банку современного транспортного, не только глобального рынка, выступил легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. Это наш ключ, это наша отмычка в двери, иногда довольно-таки сильно запечатанные, закрытые чиновников, администрации, и это позволило общаться на достаточно положительных моментах при положительном отношении именно высших чиновничьих структур, в различных регионах Российской Федерации, также за пределами Российской Федерации, у нас было подписано соглашение в Ирландии, сейчас со Словакии готовится интересное, серьезное соглашение, я не буду говорить конкретику, скажем уже при конкретике, но готовится, скажу одно, в сфере образования готовится. И как раз таки юнибайки, то есть легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспортный модуль, который по сертификации даже не будет являться транспортом больше как аттракцион, представляет концепцию, то, что будет на самом деле логикой будущих линейных городов. это то, что на сегодняшний день является выходом из задыхающихся, из концепции задыхающихся в смоги, в мегаполисах и в утопающих сложных транспортных развязках, это невзирая, я думаю, что все прекрасно понимают, Дубай это, либо Москва, все равно на транспорте первого уровня всем места будет недостаточно, и все мы движемся в потоке независимо от того, какая мощность автомобиля примерно 20-30 километров в час, если говорить про железнодорожные составы, то средняя скорость перемещения и того меньше, то есть это примерно 15-20 километров в час, и представьте, какие убытки тратят серьезные мировые корпорации, малый и средний бизнес, перевозя товары и грузы по нашим российским дорогам с колдобоинами, с очень плохим качеством дорог, я могу сказать про Урал, где я проживаю, то есть достаточно ужасное качество дорог, и я промолчу про Север, где вообще именно дорожная инфраструктура, транспортная инфраструктура фактически не освоена, и когда туда придет транспорт второго уровня, цивилизация там действительно рассветет, туда придет интернет, туда придет более качественное образование, и соответственно из этого я могу говорить, что достаточно серьезная социальная направленность заложена в проекте Skyway, это естественно дешевая стоимость передвижения, то есть вообще стоимость передвижения она будет стремиться к нулю, по аналогии со скайпом, я приводил много аналогий с интернет на вводном данном вебинаре, и по скайпу мы фактически общаемся за бесплатно, мы платим за услуги дополнительные, то есть такие услуги как подписка, звонки, как на мобильные стационарные телефоны, так и за рубежом, и только за дополнительные услуги, представьте, если будет транспорт уровня находиться на двух уровнях, и соответственно на первом уровне перемещается допустим высокоскоростной транспортный модуль со скоростью 500-600 км в час, внизу же подвесной перемещаются грузовые модули, перевозя допустим железную руду, либо уголь, либо нефть, либо газ в специальных контейнерах, цистернах и так далее. И стоимость вот этого перемещения пассажиров на высокоскоростном пассажирском транспортном модуле будет естественно значительно меньше, чем стоимость поездок, перелетов на современных самолетах сегодня, и если говорить про такие вот регионы, как допустим долететь с Иркутска до Москвы, это более 50-60-60-70 тысяч рублей, просто долететь, чтобы до Москвы, то есть это логистический бред, я бы назвал. И, соответственно, с минимальной скоростью проезда вы сможете со скоростью средней магистральной авиации достигать пункта назначения. Что говорить про экологичность, и Анатолий Эдуард Чуницкий серьезно уделяет внимание именно экологичности, даже то, что сейчас строится в Минске, город Марина Горка, Минская область, это экотехнопарк, то есть вот та станция, которую вы видите, это транспортно-логистический центр, он будет с зеленой крышей, с зелеными насаждениями, за которые проект получил чуть больше полугода Гранд-Про-ООН. И, дамы и господа, на самом деле, то, что я говорил до этого, не имело бы никакого абсолютно смысла, если бы строительство уже не велось, и фактически каждый день, даже на выходных, ведется строительство, уже установлено 19 промежуточных опор, 19-е это стальная, остальные железобетонные, это для демонстрации различных качеств материала, использования материала на различных типах поверхности рельефа в суровых условиях пустыни, вечной мерзлоте не зависит, болотистой местности при именно селях различных, если не превышает путевую структуру высоты путевой структуры, то есть, наводнения, паводки, оползни, если уровень не превышает путевую структуру, а путевая структура может располагаться и выше 15 метров, это не будет абсолютно влиять, то есть, транспорт уровня, это не только дешевое, комфортное перемещение, это и безопасное перемещение, что очень важно в современной транспортной сфере. И, на самом деле, работы начались уже более года и нескольких месяцев назад, именно по строительству, но уже действительно достигнуто фактически невозможное, то есть, уже воздвигается второй этаж анкерной опоры, которая будет принимать на себя нагрузку от путевой структуры, и на самом деле, то, что мы сейчас видим на слайдах, это как раз таки было создано за счет средств народного финансирования. Те люди, которые рискнули на ранних стадиях, дали огромный толчок проекту, и сейчас, дамы и господа, нами заинтересовались очень серьезные крупные европейские венчурные фонды, в ближайшее время вы увидите серьезные иностранные управляющие компании, серьезные подписания очередных соглашений, награды нас ожидают, я думаю, в 2016 году, очередные гранты, но, естественно, это все будет нас вести к запланированному сроку демонстрации легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта, который планировался до май-июнь, но сейчас из-за определенных причин, так как нет необходимости в раскрытии ноу-хау до того, как все будет упаковано и запатентовано, соответственно, все это будет показано уже осенью, примерно октябрь-ноябрь 2016 года. Осталось ждать на самом деле не так много и, друзья, это то, что сейчас происходит в реальности. То, что будет обладать очень серьезной аэродинамичностью, то есть коэффициент аэродинамического сопротивления 0,075 раньше позиционировался, сейчас на прошлых испытаниях по продувке корпуса подвижного состава, обводов и так далее возможен достижению даже 0,06, максимально достижению 0,05. Если говорить про идеальную форму капли, в форме которой высокоскоростной транспортный модуль выполнен, по законам аэродинамики, то есть физики, максимально достижимой 0,04. Ну, естественно, погрешности на вводы корпуса, погрешности на сопротивление воздуха формирует достаточно серьезный коэффициент 0,06. допустим, то есть я точно сейчас не могу назвать, это подтвердят только испытания, но я думаю, что в этом пределе. Против 0,35 в Бугатте Верон спортивного автомобиля, очень мощного и привлекательного на сегодняшний день на рынке спорткаров. Соответственно, от аэродинамичности складывается значительная экономия как топлива, так и материалов при эксплуатации и строительстве, то есть это значительно дешевле возводить путевую структуру, ставить транспортный модуль, либо подвешивать транспортный модуль. Более того, транспортные модули будут обладать единой платформой и, так скажем, с помощью определенной системы вы сможете от этой платформы отсоединять ваш транспортный модуль и формировать уже ваше индивидуальное личное пространство непосредственно внутри юнибайка, юнибуса и так далее. И перемещаться также внутри высокоскоростного модуля, если вам необходимо достигать 100, выше 120 км в час, то есть 500-600 км в час вместе со своим транспортным модулем. Но что же такое струна? Почему называется струнная путевая структура? На самом деле, дамы и господа, ответ предельно прост. То есть, на примере наушников покажу, это предварительно напряженная, натянутая, не разрезная, разрезная конструкция, закрепленная на концах анкерных опор. То есть, она состоит из множества стальных проволок и как раз таки, если вы, допустим, разобьете балалайку, гитару и так далее со струнами, то струны останутся как раз таки натянутыми. То есть, скорее всего, они не порвутся, то есть, они выдержат достаточно серьезное напряжение. Более чем 400 тонн выдерживает напряжение, как минимум, струнная путевая структура и за счет моноличивания, за счет инновационной головки рельса стальной происходит абсолютно комфортное перемещение по путевой структуре без сварных стыков, швов, соединений и путевая структура абсолютно легкая и ажурная. Чего не скажешь о современных автомагистралях, автобанах, когда посмотришь наверх и попытаешься понаблюдать небо и, соответственно, только увидишь тонны железобетона, тонны конструкции, которые закрывают обзор и очень серьезно влияют на экологию. Также я могу сказать это про Сапсан, про поезд на электромагнитной подушке, также и множество отрицательных черт, так скажем, для наших ближайших конкурентов, именно вот по сравнению, как вот мы, допустим, среднемагистральная авиация, Hyperloop, это дальнемагистральная авиация, то есть скорость перемещения уже тысячи километров в час, это также вот Илон Маск, о котором я говорил вводном вебинаре, в начале этого вебинара он сейчас разрабатывает, уже передав Hyperloop Technologies Corporation. И, дамы и господа, на самом деле сейчас вы входите в такой промежуток, в такой этап, когда риски минимальны, они есть, это проект венчурный, но развитие потенциал Skyway на сегодняшний день это действительно уже миллиарды долларов потенциальных заказов, проработка того, что было уже сделано за 35 лет, то, что было сделано в 2014-2015 годах, это в том числе серьезное соглашение по строительству линейного города в Арабских Эмиратах, в 2019 году мы к этому вернемся, и естественно инициация адресных проектов уже на территории Российской Федерации, это признание экспертным советом при Министерстве Транспорта Российской Федерации, это признание крупнейшей независимой негосударственной организации, именно формирующей экспертизы серьезных инфраструктурных проектов, как на территории Австралии, так и за ее пределами МБМ компания, это признание Михаила Орлова, академика, соучредителя Международной Академии Тристио-решения изобретательской задачи, это признание Сергея Анатольевича Гришина, ныне президента Новотранса, и бывшего замминистра транспортных путей сообщения Российской Федерации, и друзья, действительно, это великолепная причина, чтобы как минимум обратить внимание на проект, и как максимум бежать и рассказывать вот уже сейчас, после вебинара о нем, потому что далее вашим друзьям, родственникам, знакомым, просто незнакомым людям в вашем городе, как раз-таки может не представиться уже возможности инвестиции в проекте Skyway именно в качестве корневой технологии. Будет возможность инвестирования в адресные проекты, но по сравнению с корневой технологией уже возможность будет упущена именно вхождение на такой глобальный международный экономический копчег, который, как мы позиционируем, спасет нас от многих экономических потрясений. Я говорю про то, что сейчас готовится в Российской Федерации, про тот кризис, который мы наблюдаем, и про тот мировой экономический кризис, который сейчас мы ощущаем, падение индекса рейтинга Dow Jones, падение Welty Dry индекс, то есть индекс морской торговли, и многих-многих других, которые доказывают о том и тому свидетельствуют европейские венчурные фонды, которые нами заинтересовались, что да, действительно, время технологии пришло, и поэтому строй Skyway и спасай планету, дай дорогу мир транснету, будущий транспортной, энергетической, информационной, коммуникационной и даже социальной сети уже ближайшего будущего. Ну, а я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, я очень рад, если новички, которые присутствуют на данном вебинаре, хотя бы от счастья приняли и поняли эту информацию, будем рады вас видеть уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, в котором мы уже будем говорить о конкретных аспектах, продвижениях, новостях проекта Skyway, поверьте, у нас их очень много и появляются сейчас они фактически каждый день. Сергей Анатольевич, вам слово. Добрый вечер, друзья, Алексей, благодарю вводную очень такую часть. Мы на дневном как раз вебинаре сегодня с рядом наших активистов обсуждали как раз выступление Алексея, его доведение информации. Вот, и мы на прошлой неделе провели вебинар и сами признаем, что он такой один из лучших вводных, поэтому сейчас когда у нас наши партнеры просят именно вводную часть, вебинар, который для новичков, мы вот прошло-недельный вебинар всем раскидываем, потому что все-таки нельзя говорить одно и то же каждый раз, мы не попугаи, которые повторяют одно и то же, все-таки есть разный расклад, разный эмоциональный фон, разная аудитория, которая собирается, особенно для новичков, потому что всегда, особенно люди, которые приглашены, которые только входят в проект, мы специально разнесли сейчас, вы заметили, ну не то, что заметили, мы сделали практику разнесения вебинаров для новичков и для тех, кто уже в проекте, потому что человек, который только первый раз слышит слова Skyway, струнные технологии, Юницкий, Транснет, проекты по перевозке льда, там триллионы, у них просто начинает зашкаливать понимание и начинает не восподниматься реальность, и для этого мы специально развели эти вещи и, как вы видите, водный вебинар, который ведется за час до основного расширенного, то есть до 13-часового, который у нас был традиционный последний год для Сибири и Дальнего Востока и 20-часовой, который для европейской, для средней части, мы сделали за час водную часть такую, чтобы можно было доходчиво, спокойно объяснять для новичков и мы этой водной частью преследуем две цели. Первая цель это, вот как Алексей доводил информацию, то есть показывает, рассказывает основы технологии, делает основные, вводит понятия, основные цели и задачи проекта, то есть рассказывает очень так беглую историю проекта. Моя задача это более глубоко показать именно научные, экономические термины, понятие последовательности, то, что сейчас происходит, закономерности, научности, обоснованности, потому что, как Алексей уже сказал, опыт у меня в проекте довольно-таки большой, я будучи чиновником включился в проект 15 лет назад и все это время я там находился либо внутри проекта, либо рядом с проектом, то есть ведя, скажем так, сопутствующую деятельность, но тем не менее последние пять лет это то, что уже непосредственно касается развития самого проекта, самой компании, уже непосредственно в команде Анатолида Ивановича Юницкого. И здесь как раз тот фактор, что тот, кто пришел только в проект, только входит, он с одной стороны уже видит, вот видите, то есть не на каждом вебинаре, каждого хайпа собирается по 230 человек, которые обсуждают, делают, есть сторонники, есть противники, это тоже мы будем обсуждать на следующем вебинаре. Но самое главное, друзья, это чтобы появилось желание, появилась зацепка, чтобы люди получали информацию, потому что то, что мы делаем, это довольно-таки сложно для восприятия, то, что мы делаем, это немногие в состоянии понять с точки зрения технологического уклада, с точки зрения технических возможностей, поэтому мы очень много уделяем внимания и времени это анализу экспертов, почему мы признание и защиту проекта на экспертном совете Минтранса, который произошел 11 февраля, мы очень такое большое внимание уделяли именно этому событию, потому что это взаимоотношение с экспертным сообществом в сфере транспорта, где 31 эксперт, который представляет различные технологии, различные компании, различные ведомства, различные инвестиционные группы, они, естественно, что все друг друга не любят, все друг к другу относятся очень конкурирующие, поэтому аргументы идут только высокопрофессиональные, только технические и только высокодоказуемые, то есть никаких поверхностных вещей там пройти не может. И то, что через это сложнейшее экспертное сообщество Юницкий смог показать, провести технологию и выйти на рекомендации уже дальше для правительственных органов о том, что эта технология инновационная, готова к внедрению и она может быть рекомендована для применения в регионах Российской Федерации, это, конечно, очень дорогого стоит, и это прошло весь февраль, март, и вот на прошлой неделе это завершилось таким очень серьезным уже совещанием, где была презентация уже тех технологий, которые прошли именно через экспертный совет, было представлено порядка, по-моему, пяти-семи технологий, но я могу сказать, что всеми единогласно признано, что технология Skyway она непосредственный лидер сегодня в транспортной науке, в транспортном перспективе развития, что никакая другая технология не может сравниться с этим, с технологией Skyway по характеристикам, которые делают, и самое главное, что демонстрация, которая сегодня готовится на экотехнопарке Марьиной Горки под Минском, это абсолютно доказательная база, которая убирает все вопросы с технической точки зрения состоятельности и несостоятельности проекта. Поэтому для нас это важное событие, мы все ждем сейчас уже официального объявления и предоставления уже официальных правительственных протоколов и органов, которые за это отвечают, и я думаю, что на следующей неделе Анатолий Дарыч в традиционной форме с Михаилом Кириченко, это информационная служба группы с компанией Skyway представят нам эти отчеты, и мы с большим удовольствием их посмотрим, их дальше пустим в работу и будем это использовать уже как материал именно для доказательной базы, для тех региональных администраций, то есть мы с Алексеем очень много работаем сейчас по пилотным направлениям, мы выбрали сейчас несколько пилотных регионов, где будут проводиться первые запуски технологий Skyway, это на территории России, этим мы с Алексеем занимаемся. Сейчас определены ряд регионов, которые будут выбираться уже с точки зрения запуска непосредственных коммерческих проектов, то есть по капитализации, это и перевозка сыпучих грузов угля конкретно, это вот сейчас Монголия и Боливия, вот там идет активная проработка, также идет высокоскоростных дорог сейчас, это Вьетнам, это Северные Штаты Америки, это Израиль, это там, где у нас сегодня уже сформированы и работают активные группы по созданию управляющих компаний и работы с крупными инвесторами. Эта работа вся идет и Алексей абсолютно правильно сказал, что все это сегодня стало возможным благодаря двухлетней работе именно нашей общей команды. Это как Юницкий, как инженер, спроектировал, создал инвестпроводящую систему, дальше она была запущена благодаря команде, которая пришла. Сегодня она активно развивается, она имеет разную сегодня конфигурацию, уже созданы несколько инвестиционных фондов, которые работают, сегодня их как минимум уже пять, которые я знаю сейчас, которые работают в своей логике, в своей именно ниши, которую они занимают. Есть, конечно, два лидирующих фонда, это Skyway Invest Group, то есть через который многие сегодня приходят в проект. Сегодня активно набрал обороты это фонд Skyway Capital и РСВ команда очень серьезно работает и все это, я могу сказать, ведет к приросту прихода инвестиций, прихода инвесторов и как результат это те технические, научные, доказательные сегодня аргументы, которые мы приводим для того, чтобы двигаться дальше. Потому что мы с вами создаем сегодня прежде всего доказательную базу, второе, это базу для испытаний и сертификации и третье, это уже как салон продаж, то, что можно уже вводить непосредственно в бизнес с использованием технологий. Вот это то, что касается, что мы сейчас делаем. И те, кто входят, особенно для тех, кто уже имеет опыт сетевого построения компаний, тот, кто сегодня уже сталкивался с MLM-структурами, с различного рода пирамидами, хайпами, здесь можно аргументированно и однозначно уже опираясь на статистику говорить, что редкий проект, не то, что редкий, а в интернете и сегодня в нашем пространстве нет проектов, которые существовали больше двух лет. 90% хайпов, пирамид и сомнительных проектов умирают за полгода, за год свои работы полтора года переживают не больше двух процентов, а два года это менее одного процента проектов, а вообще их сегодня не так много в интернет-пространстве, а точнее их, наверное, единицы, которые сегодня активно развиваются. Мы же можем сказать, что проекту два с половиной года мы активно развиваемся, активно растем, мы показываем результаты, у нас идет круглосуточная работа в экотехнопарке, сегодня работает профессиональное конструкторское бюро, которое выдает постоянно конструкторскую документацию, что является основой сегодня нашей работы, потому что это перевод уже ноу-хау тех, которые создавал инженер юнитский десятки лет, уже на язык инженеров, на язык рабочих чертежей, то, что можно будет запускать в производство, и благодаря чему будет строиться экотехнопарк. Соответственно, экотехнопарк это наша капитализация, это привлечение заказчиков, привлечение крупных инвесторов, то, что запускает процессы. Мы сегодня активнейшим образом в этом работаем, и здесь нам есть, что показать, нам есть, чем отчитаться, нам есть, чем противостоять сегодня нашим оппонентам, недругам, завистникам, конкурентам, большой спектр сегодня есть, кто работает против технологий, и во второй части мы как раз вернемся, то есть, к сожалению, сейчас происходит ряд событий, которые мы не можем не анализировать и не говорить это с точки зрения конкуренции, недобросовестной, которая еще сегодня идет вокруг проекта, но это, друзья, имеет и обратную сторону. Как я уже говорил, что у нас сегодня есть весь спектр доказательной базы, используя которой Анатолий Довальевич Юницкий выстоял все эти противостояния с экспертами, доказал существование технологии, и получил право на рекомендацию, на экспертное заключение уже Минтранса для всех регионов о том, что эта технология может внедряться. Это, друзья, очень дорогого стоит, потому что я могу сказать, что мы сейчас активно с Алексеем работаем с целым рядом администраций, региональных администраций, и, конечно, такая поддержка, такое экспертное заключение, такая рекомендация, она очень дорогого стоит, потому что все регионы естественно ориентируются на правительственные органы, которые обязаны давать заключение на те или иные технологии. И это, конечно, большой шаг для того, чтобы мы дальше работали, развивали, продвигали проекты с использованием технологии Skyway в регионах. Второй момент очень важный. Это доказательная база и, соответственно, уже аргументация для инвестиционных фондов, которые сегодня ищут инфраструктурные проекты, куда можно было бы выгодно инвестировать, которые на долгие-долгие десятилетия будут давать гарантированную прибыль. И эти фонды и эти структуры увидели Skyway как действительно потенциальный очень мощный источник именно создания таких проектов. Мы сегодня прорабатываем уже, как мы говорили, с десяток проектов, на которые действительно уже обращают внимание крупнейшие инвестиционные игроки и в инвестиционном мире, и в металлургическом мире, и в горно-рудной промышленности, и в перевозке пассажиров. Вся эта тоже работа стала возможной только потому, что мы с вами создали и шаг за шагом двигаемся к демонстрации именно в октябре месяце основных элементов технологии. И как мы уже не раз говорили, это для новичков, что в инвестиционном мире всегда существует главное правило. Никто не хочет рисковать и быть первым, чтобы вкладывать деньги в рисковые проекты в науке, но также существует золотое правило, никто не хочет быть вторым. То есть потому что все сливки и все основные прибыли снимает тот, кто приходит первый, тот, кто рискует и тот, кто потом получает прибыль. И соответственно сегодня мы переходим из раздела вот как здесь Светлана писала еще очень многие что а что если это вранье? Это естественная фраза, которая нас сопровождала все два года. Так вот на сегодня здесь мы отвечаем что друзья для того чтобы точнее на эту фразу сегодня отвечать уже не обязательно просто достаточно дать материалы смотрите, делайте и если вас это не убеждает то дальше говорить просто не о чем. Второй вопрос который сейчас возникает и который становится более интересным а что если это правда? И этот вопрос он заставляет очень многих просто оцепенеть и просто встать потому что банкиры и финансисты которые сегодня задаются вопросом а что если это правда? То сразу начинается целый спектр что из этого будет выходить и как раз сегодня основные крупные игроки и крупные инвестиционные фонды которые с нами сегодня работают они исходят из того что это может оказаться правдой и соответственно друзья если два года назад год назад мы это декларировали показывали и убеждали с точки зрения экспертного обоснования то сегодня это демонстрация это строительство это продувки в аэродинамических трубах это демонстрация моделей и сейчас уже изготовление и подготовка к демонстрации прототипов соответственно это убеждает более чем и соответственно сегодня начинается новая стадия что а если это окажется правдой соответственно друзья здесь не надо быть никаким пророком никакой кассандрой для того чтобы сказать какой будет третий этап а третий этап когда станет очевидным что друзья мы это имели ввиду и вот дальше начнется уже реально гонка инвестиционных фондов начнется гонка заказчиков проектов когда это начнется активно развиваться это друзья произойдет уже в этом году соответственно тут задавался вопрос по юридической схеме у нас очень серьезная юридическая служба где мы за два года сегодня отработали ну я считаю довольно таки успешную и устойчивую систему гарантии для инвесторов которые входят и сразу видят себя в независимом реестре держателей запись в реестре акционеров о наличии количества своих акций количества инвестиций это все сделано в британском праве поэтому если кто-то где-то может предоставить еще большие гарантии ну наверное друзья это можно сделать но мы на сегодняшний момент считаем что в том венчурном и рисковом проекте который есть мы даем максимальное количество гарантий которые сегодня может быть на рисковый венчурный проект который подразумевает еще и очень серьезные венчурные премии поэтому друзья я фактически на про право получения собственность обеспечен самополучение так друзья давайте Александр вы наверное что-то путаете такие вопросы и такие вещи мы обсуждаем не на вебинаре для новичков поэтому сами подумайте и согласитесь когда задаете обсуждаете такие вопросы давайте рассуждать что новички которые первый раз пришли им надо эти вопросы слушать и так далее они еще не понимают о чем речь а вы их уже называете начинаете грузить такими вопросами единственное что я могу друзья заверить вас на 100% на все вопросы есть ответы абсолютно на все нет ни одного вопроса ни технического ни организационного ни юридического ни финансового на которые нет ответа мы абсолютно открыты мы абсолютно заинтересованы в том чтобы люди приходили чтобы они были абсолютно уверены в том что мы делаем чтобы они были сопричастны к тому процессу который сегодня происходит и это только информационная открытость только демонстрация Да, Алексей тут поставил слайд, по 20-23 сентября будет международная мировая выставка инноваций в сфере транспорта, где нас пригласили и доклад будет делать автор и руководитель проекта Skyway Антон Иванович Юницкий, с Виктором Бабуриным они туда поедут. И что уникально, эта презентация будет идти на той же выставке, куда пригласили Илона Маска с Hyperloop и это сделано специально, чтобы две технологии, которые претендуют на лидерство в перевозках 21 века, чтобы они выступили на одной площадке и соответственно была некая конкуренция. Мы, конечно, уверены, что мы абсолютно выиграем эту гонку, что будущее за Skyway в ближайшие 30-50 лет в сфере именно лидерства развития транспортной инфраструктуры. А с Илоном Маском, как Алексей сказал, мы будем сотрудничать уже когда в седьмом технологическом укладе, когда будет построена следующая система, которая идет за Транснетом. То есть интернет это информация, это то, чем мы сегодня пользуемся. Транснет это струнные коммуникации, это коммуникационная система второго уровня и это Транснет именно следующий термин. Следом мы вводим такое понятие как Спайснет, то есть следующая коммуникационная система, которая будет обеспечивать уже вывод грузов и пассажиров на низкостационарные орбитальные комплексы. И там как раз с Маском у нас будет взаимодействие с его программой полета на Марс. Но это, друзья, следующий проект, поэтому давайте, кто принял решение двигаться дальше с нами и для кого информация, которая сегодня была доведена убедительно и вы готовы идти дальше, я вас приглашаю на вебинар, который начнется буквально через несколько минут, через репортаж, который мы сейчас вам покажем с строительной площадки. А те, кто эту информацию не убедила, значит я могу сказать, изучайте, следите и рано или поздно вы все равно будете в Skyway, потому что через некоторое время им будет пользоваться 100% населения Земли, так же как сегодня все пользуются мобильными телефонами и Транснет так же неминуемо идет в мир, как и пришел в свое время интернет. Поэтому, друзья, небольшая пауза, до встречи с теми, с кем мы увидимся, буквально уже через пару-тройку минут. Ну а те, кто прощается с вами, друзья, здесь я могу сказать, что следите за скоростью. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Этот выпуск первый на текущей рабочей неделе. Хотя понятие рабочей недели по мере продвижения проекта становится для сотрудников международной группы компаний Skyway понятием все более и более размытым. Трудятся все, даже выходные дни, от рабочего до генерального директора. Утром в субботу, 26 марта сего года, Анатолий Эдуардович Яницкий, только что вернувшийся из очень важной для деятельности компании командировки в Москву, едва сойдя с поезда, сразу же отправился в экотехнопарк Skyway в Марину Горку для того, чтобы лично руководить процессом строительства. Надо было сказать, что вот эти столбы, это не забор вот больший, это для освещения, и там будет ходить, ну, в вине ограждения, юнибус, который выполняет другие функции. Ограждение, сон, маленький столб. Знакомьтесь, вот, подрядчик, директор, то, что делает ограждение. Решаем в процессе все, что непонятно, потому что первый опыт этот, ничего, все проходит. А когда сделаем? По плану? 25 апреля? Не, надо раньше. Ну, прилагаем все семьи, отсыхает. Останема с третий, сидится у нас тысячи человек. Значит, уже останема с собой запрещена. В эту субботу в Экотехнопарке работали сразу три подрядные организации, осуществлявшие строительство транспортно-логистического узла Skyway, совмещенного с концевой анкерной опорой. Сооружение вспомогательной подъездной дороги, которое по окончании строительства будет выполнять функции туристической тропы, пролегая среди достопримечательностей такого уникального объекта, как Экотехнопарк. А также монтаж струн интеллектуального ограждения Skyway. Анатолий Эдуардович лично осмотрел все участки фронта работ, поговорил с представителями подрядных организаций и подписал ряд документов. После этого он дал нашей съемочной группе свой комментарий относительно текущего этапа строительства Экотехнопарка и ближайших перспектив проекта. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Как говорится, с корабля на бал. Не успели вернуться из Москвы, как сразу в Экотехнопарк. Что вас ведет сюда, что не дает отдыхать даже в выходной день? Мы работаем даже в выходные дни. Если работает рабочий, я тоже должен работать. А какие... Рабочий работает для того, чтобы мы все-таки вовремя сделали. И в октябре мы показали уже тестовые участки, городскую. Вот она. Это начальная часть высокоскоростной, которая уйдет на 15-го метров, туда дальше. Рядом будет легкая система, а дальше грузовая. У нас открываются серьезные перспективы, потому что мы получили поддержку на самом высоком уровне в России. И можно говорить о том, что после сертификации и демонстрации тестовых участков у нас пойдут серьезные заказы в России на нашу транспортную систему. Как по волшебству, день выдался необычайно солнечным. Словно само место и все его окрестности радостно приветствовали человека, который внес столь значительный вклад в изменения их внешнего вида и по сути превратил заброшенный танковый полигон в один из мировых центров технологического развития. Мы не могли не спросить у автора струнных технологий, что чувствует он, глядя на то, как воплощается в жизнь его замысел. Анатолий Эдуардович, хочется спросить. После почти 40 лет пути к вашей мечте, что вы эмоционально ощущаете в виде, как ваши мысли так масштабно, в виде, как ваши мысли, как ваши мысли, как ваши мысли. И так, друзья, как видно, как слышно, перекламная пауза. Продолжение следует... Продолжение следует...